Всем привет! Сегодня 21 октября 2015 года. Да, может быть, вам эта дата покажется знакомой чем-то. И вы не ошиблись. Это дата из фильма Back to the Future. Да, назад в будущее по-русски. И сегодня Марти Макфлай из 1985 года должен прилетать 21 октября 2015. Ну вот, посмотрим. Наверняка он бы сказал, что это не тот год. И что он попал не в тот год, если бы прилетел. Подумал бы, наверное, где-то 2000 год. Но никак не 2015. Никаких, как вы видите, летающих машин нету. Сейчас 21 октября 2015. Церковь стоит, вот. Никаких голограмм нету всплывающих. Но вот стоят новострунки, здоровые дома такие, которые, да, такого футуристического вида. Как раз под 2015 год. Ну, это, по крайней мере, у нас в городе Раменске. Вот они. Вот они. Дома и озеро, которое просто светится на осеннем солнце голубым блеском, даже таким бирюзовым каким-то. Дома и озеро, которое просто светится на осеннем солнце голубым блеском. Дома и озеро, которое просто светится на осеннем солнце голубым блеском. Марти бы очень удивился, увидев настоящий бы 21 октября 2015 года. Который ничем фактически не отличается от 85-го года. Только лишь более лучшими домами, строениями. Ну и, возможно, более лучшими гаджетами. Видео вот здесь вот снимают в высоком разрешении даже простой смартфон. Ну и погода сейчас хорошая. По крайней мере, в нашем парке. Чем-то даже напоминает весну. Как будто не 21 октября, а 21 апреля. Наверное, Марти бы даже подумал, что попал в альтернативную реальность. В иное ответвление времени от 2015 года. Таблички с надписями. Почему же не голограммами? Обычный парк. Дороги. Такие, которые можно было делать в еще 85-м году. Наверное, он бы подумал, что произошла глобальная катастрофа или ядерная война. И это ответвление 2015 года альтернативной реальности после ядерной войны и глобальной катастрофы. Такие же надписи, как в 80-х и 90-х на заборах. Или бы он сказал, что это Россия. Да, я попал в Россию. А в России всегда как после ядерной войны. Ничего не меняется. Марти был бы очень удивлен, что никто не летает на парящих скейтбордах над водой. Ну или хотя бы над землей. Ну или просто подумал бы, что в России это не модно. Но был бы удивлен красотой озера Борисоглебского, Раменского озера. Которое превратилось в нечто подобие лужи. Но все равно оно блистает, как жемчужина сейчас на солнце. Ну вот дома, конечно, футуристически соответствуют 2015 году. Ни одной летающей машины, как в фильме. Так что для Марти это бы стало первым разочарованием. Ну и нет парящих скейтов ни над водой, ни над землей. И озеро все так же уходит, как и в 85-м, как и в 95-м, как и в 2005-м, так и в 2015-м. Ничего не могут сделать и скоро оно уйдет. 2050 год это будет конец, это будет закат для этого нашего озера Борисоглебского. К сожалению. Вот единственное, чем был бы доволен Марти Макфлай. Так это красотами природы. Красотами этого дня, 21 октября 2015 года. Пускай без летающих машин, без скейтбордов, летающих без анимационных движев различных. Но с очками Google Glass и с хорошими такими смартфонами Apple. Вот как у меня, Sony Xperia Z3. Хотя уже пятый Z вышел. Это все соответствует 2015 году. Плюс к цепорде. Пускай без фон Осенний ветер срывает листья золотой березы. Листопад. Вот дворец спорта один радует и стоящие жилые дома около него. Вот Марти, может быть, еще бы принял где-нибудь за 2010 год, увидя такое. Но все равно бы сомневался, что это 2015. Сомневался. 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 Ну так что же еще тут можно сказать В марте мы все просрали Да, как это бы не печально звучало Нет ни летающих машин, ничего такого нет Что было back to the future